Мы хотели бы посвятить это занятие слегка Майя Брагинская, жена Вити Фурмута, которая скончалась. Жалко, замечательный человек, замечательная женщина, пытаясь помочь. Я лично довольно сильно с ними общался, с Вити со всей семьей Фурмута. Вити был моим первым учителем иврита. Старая гвардия. Да, он был моим оператором по печатанию всей подпольной литературы. Я все время часто к ним приходил на Юго-Западное, общались и все. Их дочка одна живет здесь, вторая Бритария. Очень близкие люди, очень жалко. Итак, продолжаем наш замечательный курс. Сегодня мы рассматриваем 27-й параграф книги Шмот. И этим мы покрываем всю парашат Шавуа, как это называется, Трума, которую мы послушали вчера, в субботу. И я надеюсь, что мы сегодня успеем еще и рассмотреть что-то из могилы Тестер. Надеюсь, что это будет вот... И напоминаю вам, что следующее занятие у нас будет еще до Пурима, а вот после этого, во вторник и в среду, мы празднуем Пурим. С чем? В общем, я... Все, у тебя пропадает звук. Наберевая часть. Сейчас видео хотелось. Итак, товарищи... У тебя пропадает звук. Я думаю, надо это самое... Да, да. Все посмотрели на меня, все запомнили мой... Так, сейчас минутку. Вот так? Я надеюсь, что так будет лучше. Демонстрация экрана не мешает, не оценивает в себе много графика. Это не связано. Понятно, понятно. Хорошо. Итак, шмот перг кавзаин. Ве асита эт амизбеях, ацейшитим, хамеш амот орех, ве хамеш амот рохав, раву а, и гее амизбеях, ве шалош амот кома то. И сделай... Амизбеях, по сути, это жертвенник от слова зевах, да? Зевах – это зарезать жертвоприношение. Из дерева шитим. Пять амот, напоминаю вам, ама – это локоть, это примерно полметра. Длина и пять амот ширина. Квадратный. Равуа, как ривуа. Будет жертвенник и три амы, то есть примерно полтора метра, высота его. Обратите внимание, что слово кома то, созвучно слово кома этаж. Так, ну, напоминаю тем, кто с нами впервые, что слова, выделенные зеленым фоном, я вставил в файл, который называется «Словарь». Он поставлен на нашу группу в Телеграм. Вот, а желтым я отметил для себя слова, о которых, думаю, что-то сказать. Так, я передаю микрофон Анне, и она будет, как обычно, распределять роли, за что ей отдельное спасибо. Так, Анна, прошу вас, Бэт. Ну, вы прочитали уже, Бэт, вы уже прочитали, я смотрю. Бэт? Нет, я Олег прочитал, вот до сюда. А про локоть, там же вы прочитали, а локоть… Где? Вы же прочитали, по-моему, нет? Нет, 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 нет. Я на то, не доставлю. Мне только Альф. Да, все правильно, я смотрю. Да-да. Так, вы осита карнатав аль арба пенотав мимена тегена карнатав. Выцепита у то нехошит. Совершенно верно. Так, и сделай рога его на четырех углах, концертах. Углах его, да. Из него, то есть имеется в виду, с самого поверхности вот этого жертвенника должны быть эти самые рога. То есть выступы имеется в виду, четыре таких выступы. Да-да. Из того же материала и из того же, так же прям слит, как бы слит нас с самим. Единым целым, да. Да, единым целым. Должны быть, должны быть, ну, они женщины рога, поэтому тегена. Поэтому тегена, совершенно верно. Должны быть рога его. И обложи его, то есть жертвенника медью. Тут речь идет о жертвеннике, который будет стоять снаружи мешкана, снаружи вот этой, то, что называется. Да, во дворе. Во дворе. И на нем, собственно, на нем приносят жертвы животных. Потому что до этого там есть еще жертвенник, на котором, ну, потом будет идти речь, который стоит внутри, собственно. И там... Да, есть еще золотой жертвенник, да, меньших размеров. Он стоял внутри, на нем воскуряли благовония. Вот, и дым их наполнял помещением под названием Кодыш. А вот, но, конечно, большой жертвенник стоял под открытым небом. Так, Гимель, а Анна, кому передаем? Тимофею? Тимофей, Тимофей, как обычно. Да, здесь много интересных слов. Верно, верно, совершенно верно. Ну, я готов вам помощь. Да, и сделай сиротов. Сир, современный, говорите, кастрюля. Но здесь, очевидно, какие-то миски, да, что-то в этом роде. Ледошно, это для пепла его? Для удаления пепла, да, 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 совершенно верно. И вот тут можно посмотреть файли, которые я прикрепил, поставил на телеграмм, объяснение Рашид, да? Алло, алло. Да. Вая Аф. Так, Я-Э в современном иврите это совок, совок для сбора мусора. Здесь это означает лопатка совок, да. Мизрека в современном иврите это фонтан. А здесь, так называемые, крапильные чаши. В них собирали кровь жертвенных животных, чтобы потом ею крапить, что называется. Так, а вот слово мазлег, тем, кто живет в Израиле, конечно, известно. Мазлег – это вилка. Собственно, здесь тоже значение вилы, да, вилы, которые нужны для работы. Так. А тут огласовка меняется, получается, говорить мазлег, а тут мизлегу-та. Мизлэ, мизда. Может быть, здесь просто другая форма. Я не встречал в единственном числе вот этого слова. Может быть, это называлось мизлега. Но корень, в общем, тот же самый. Понятно. Ну, и значение близкое, да. Так. Махтотаву. Да. Махатот, махатот. И жаровни, лотки. Туда помещали угли с жертвенника, да, для перенесения их вовнутрь. На вот тот золотой жертвенник, который мы сейчас упоминали. То есть, по сути, это… Это совочек. Это же совочек. Да, просто более глубокий, да. Так. Окей. Да, в истории про короха сказано, что они взяли совочки. Да. Да, да, да. Совершенно верно, да. Окей. Лохол келахта сенехошет. И все сосуды его сделай из меди. Совершенно верно. Сосуды для внешнего жертвенника и сам жертвенник были из меди. Но имеется в виду не только сосуды, а все вот это принадлежности все, как орудия. Клей – это же не только сосуд, это еще просто… Да, да, да. Так, что-то у вас происходит с экраном. Я пытаюсь на экране одновременно видеть словарь, потому что он мне бывает часто нужен. Алло, алло, алло. Да, да, мы тебя слышим. Так, что-то у меня тут происходит такое. Да, что-то волшебное. Какая-то как-то. Мы продолжаем, извините, маленькая тут техническая неувязка была. Так, мы дошли… Опа-па-па-па, не то я вам демонстрирую, да? Простите, что на экране сейчас? Какой текст? СТР. Нет, нет, я не это хотел сделать. Да. Так, маленькая техническая неувязка, но мы продолжаем. Вот, мы до сюда дошли. Далит, пожалуйста, Анна, кто? Так, Людмила должна быть у нас. Здравствуйте, а вы не подскажете? У меня просто что-то экран сегодня не показывает. Что надо открыть? Мы в первой каф-зайн, то есть 27 глава, пасук Далит, то есть 4. Людмила, вы не видите экрана, да? Ну, что-то у меня сегодня, да, вот. Можете открыть через… Я вот книжку, книжку 27 глава и какой пасук? 4, 4. 4, да, Лит, да. Все стандартизировано, да. Так, вот это, вы асито, да, вот это? Да, 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 это. Вы асито, алло, михбар. Михбар, да. Маасе, решет, не хошет, ве ясита, аль харешет, арба, табот, не хошет, аль арба, кцутав. Кцутав. Кцутав, да, верно. Кцутав. И сделай… Михбар мы переведем как решетка. Решетку массы тоже что-то сделаем. Так, деланием, да, деланием решетки. Маасе – это действие, да. Да, то есть сделай михбар, который, по сути, является арешет, то есть что и есть решетка. Сеть какая-то, да, тоже? Да, да, да. Медную сеть. Да. И сделай на вот этой сети или решетке 4 табоотка. Кольциколь, да, да, да. То есть вообще в современном табоат, а здесь табоот как-то, да? Табоот – это множественное число, да, 4. Кольца. Тоже медных на 4… Буквально концах. Его, да, 4 концах. Да. Спасибо, Людмила, да, все правильно, все правильно. А вот это слово «решет» – это русская решетка, это, видимо, заимствование из еврейства, да? Нет, 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 совершенно разные слова, это просто чистое совпадение. Совпадение. В многих языках есть очень много… Взять английский, русский, допустим, там, не знаю, с кучей сианомонимов, просто, просто амоним. Ну что же, будем считать, что так, да. Так, Анна, пожалуйста, кому гей? Так, у нас Шуша. Шуша, прекрасно. Да, Шушу можно поздравить. Ну, еще рановато, но я в процессе, да. Тем не менее. Тем не менее, да, шаг вперед. Этапом, да. Призывал. Спасибо, да. Так. Вэн натата, ота, тахат, кархов, мизбээх, мильмата. 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 Вэ хайта арэшет ат хэцеа мизбээх. Так. Надо вместе всем так. Вэн натата, как бы иддай, что ли, или… Да, да. Так, вот, ота. В каком смысле это? Так, и дай ее, то есть расположи ее. А. На чем вы терпите? Установи, что ли, за или под. Под. Кархов – это ободок. Жертвенника. Винец, иногда говорят, да. Вот какие-то обедцы. Жертвенника, так. Мильмата. Лиммата – это что, снизу? Снизу, снизу. Да. И будет вот эта решетка, как бы, до половины жертвенника. Да, совершенно верно. Вообще, по-хорошему, надо смотреть на иллюстрации. Иллюстрации, по-моему, год назад я давал, наверное, к этой теме. В этот раз я специальных не поставил, но думаю, что тема эта будет продолжаться, и мы успеем еще насмотреться. Пока представьте себе, исходя из размеров, да, некий такой параллелепипед, да, у которого посередине проходит вот, на середине высоты проходит вот такая вот решетка. Спасибо. На самом деле тут идет речь даже немножечко не так. Вот то, что здесь описано вот этот вот четырехугольный некий куб, это вот верхняя часть. То есть снизу делалась решетка, и был еще такой ящик, как бы, своего рода, на который ставилось, все это хозяйство ставилось. Вот. Она наполнялась землей, эта коробка для устойчивости, сверху ставилась вот эта решетка, сверху помещался вот этот медный жертвенник, и, собственно, все на нем пополняли все работы. А чтобы сходить на него, был такой пандус. Это вот, кстати, в книге главе Итеро в конце говорится, что сделай жертвенник, и не восходи по ступеням. То есть имейте в виду, что он должен быть пологий такой всхубосудистый. Да, да. Это у Раши описано и всяких этих. Да. Да, да, да. Верно, верно. Так. Так. Спасибо. Вот так, Анна, Вав, кому мы передаем? Да, и, соответственно, решетка нужна была, чтобы разделять верх и низ, потому что при некоторых жертвах верхней окраблялась кровью верхняя часть при некоторых жертвах, а при каких-то нижней части. Причем в зависимости от того. Показывайте, где. И от самой жертвы, и от того, кто ее приносит. Да. Да, совершенно верно. Так. Вав, чей? И у нас, сейчас скажу, у нас была еще Юля, Юли сейчас нет, значит, Марина получается у нас. Угу, угу. 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 Ваесита, Вадим, ла мисбэх, бадей эцей шитим, вацепита оттам не хошет. Да. Сделай. Вадим мы переводим как шесты. Шесты. Шесты, да. Для жертвенника. Шесты, да. Шесты эти, да. Из дерева шитим. И что нацепить? Покрой их, обложи их. Покрой их метью, да. Метью, совершенно верно, да. Но вот слово шитим обычно переводят как акация. Но есть мнение, что это были, ну, скажем, кедры. Ну, будем называть это шитим. Да. Спасибо, все правильно. Так. Прошу вас, кто держит заин. Так. Евгений у нас теперь. Евгений, да. Ва-ху-ва-эт-бадав-батаба-от-ва-хаю-хабадим-аль-штей-цалет. Да. А-мис-бах-бах-бис-э-т-о-то. Да, да, верно. Ва-ху-ва-м, да, знаете. Чтобы были, или дабы. Ну, здесь смысл и будут вставлены, да. Легави, принести у-ва, принести, то есть вставлены, да. Будут вставлены, да, эти самые шесты в кольца. Да. Чтобы были шесты по двум сторонам жертвенника. Да. Слово цел означает еще и ребро. Да. Да. Чтобы принести его. Бис-э-эт, да, бис-э-эт, совершенно верно. Да, корень здесь носа, ну, син-алев, да, носить. Вот, тоже очевидно совпадение, Анна скажет, да. Чтобы носить его, да. Притом, когда его несут, при несении его, вот так. Да. Спасибо, Евгений, все правильно, так. Чей хэт? Так, ну, теперь опять к вам. Так, хорошо, делаю. Получилось. Читаю хэт. Навув лухот таасе о том, каашер гер а отыха бэгар кен я ассу. Слово навув можно перевести как пол и пустой внутри, так. Так, сделай его, да, кроме того, значит, лухот. Луах – это как доска, как, например, классная доска, или как таблица, да. То есть из каких-то плоских предметов, из досок, да. То есть стена его плоская, и вот так из этих стен он состоит, и внутри он пуст. Да, таасе о том, сделай его, как показал тебе на горе, так и сделаешь. Кен я ассу. Пусть они сделают, вот так, если более точно, да. Да, есть. Тед, пожалуйста, снова Анна. Тед. Да, да. Чуть-чуть вот тут неправильно произнесли от лосовки, но смысл это не меняет, поэтому я… Хорошо. Да, да, это не важно. Так, и сделай во дворе, или как бы во дворе на стороне южной, стороне южной, Теймана – это как бы юг, и Теймана. Это юг, да, да. Да, Клаем, но в данном случае Келаем, вообще-то Келаем, получается, это то, что смешивают. Но в данном случае Келаем – это, имейте в виду, занавески. Завесы, занавески, да. Завесы, завесы для двора, Шеш-Махзар – это скрученного льна, по-моему, их нужно было сделать. Да, да, да. С скрученного льна, мы ама сто этих, сто локтей длины, со стороны Лефа-Айхат, с одной, с каждой стороны. С одной, с одной стороны, совершенно. С одной из сторон, да. А с какой именно, с южной стороны? С южной стороны. Более длинная, да. Да, верно, спасибо, Анна, все правильно, да. А висон это льон? Висон это льон, да. Тут, видимо, латинское слово, скорее всего, как я понимаю, что это. Да, на иврите обычно льон сейчас называют пиштан, и Тора тоже использует это, да, цемер-у-пиштин, помните вы, в Эшет-Хайль, это все оттуда. Но вот здесь везде называется Шеш-Махзар – это какой-то крученный льон. Нитку, когда придут, ее скручивают, иногда ее скручивают очень сильно для особой прочности. Да, я видел как-то льняную ткань, в каких-то случаях нити выглядели как тонкие полоски, в других случаях они были обыкновенными нитями. Очевидно, вот в этом и состоит разница. Да, пожалуйста, Юд. Юд. Так, это Тимофей, да? Тимофей, да. Так, и опоры, как правильные, подножия. Столбы, не имею в виду, столбы. Это столб, да, да. Подпорки или подпорки, или столбы, вот так вот. Да, столбы его 20. Подножия обычно перевозят. Да, вот они, да, подножия 20 из меди. И крючки столбов и... Обручи в А-Х-Ш-К-М. Да, и обручи из серебра. Да, верно. Благодарю вас. Обручи имеются в виду, некие столбы. Для прочности, видимо, обхватывались металлическими обручами, как вот бочки, допустим, бывают. Раша так, во всяком случае, представляет себе процесс. Да. Так. Пожалуй, так, да. Юд, Алиф. Так, Людмила. Людмила. Алло, алло, Людмила, вы с нами? Так, Людмила вроде здесь. Она вроде здесь, но, видимо, что там... А, с интернетом что-то нет. Видимо, это не бывает. Да, возможно. Так, Людмила. Ну, не знаю, ну, тогда... Давайте, давайте. Шуша, потому что потом вдруг, если включится, значит, включится. Вот, включилась микрофон, чего-то не хотел включать. Да, да, да. Да, да, да. Какой сейчас? Юд Гимбаль? Юд. Юд Алиф. Юд Алиф. Так, где, а где... Ага. Вээхэн ліф ад цафон ба орэх кэлаім мэа орэх вэ амудав эсрім. Вээ ад нейхэм эсрім не хошит вэдонай? Правильно, да? Чи ты идут? Нет, вэй, 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 крючок. Вэй. А! Вэй. 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 Амуддим. Ва хашу кэхэм кэсэв. Кэсэв, да. Кэсэв. И так, лиф ад, это перед, да, перед. Нет, нет, да. Так, лиф ад, пэ ад, это страна, как пэ а, пэ от, как край. И так для страны. Для северной стороны. Вообще, наверное. По длине. По длине. А, калаим, только что вы говорили. Зановески. Зановески. А, зановески, да. Зановески, сто локтей, как бы, да? Вот этот ворох. Да, да, да. И его столбы, да? И столбы его, да. Двадцать столбов, в смысле. Да. А до ним, это подножие, подножие. Их подножие двадцать медных. И крючки. Крючки столбов, да. Амуддим, да. Алло, алло, да. Ва-ха-шу-кэйгэм. И вот это слово настолько, что было, мы его решили переводить как обручный. Связка, то, что связывает. Как бы опоясание переводит обычно. То есть, то, что обхватывает серебряных. Ну, то есть, стояли столбики, на них крючочки. А за крючочки цепляли материю, которая должна была загораживать, отгораживать. Двор светиль, собственно, где стоял Мишкан, от прочего пространства. Вот так вот как-то. Да. Это вот ограда двора Мишкана. Да, двора, да. Здесь она описана, да. Да, спасибо, Людмила. Юлбет, кому? Так, Шуша. Шуша. Брухав. Хацер. Лепиат. Я. Клаим. Хамишим. Хамишим. Клаим хамишим. Да. Хамишим ама. Тамда. Амудайхем. Асара. Аданихем. Асара. Да. Асара. Асара. Асара, да. Тут разные меры. Так, что такое... Рохав. Рохав. Ширина. Ширина. Двора. Ширина. Так. Это у нас... Ям со стороны ям, это что? Море. Море. А море у нас где? Вот от нас где море? На западе, да? Значит, с западной стороны. С западной стороны. Так, занавески хамишим в 50 локтей, а подножие в 20, так можно сказать? Нет, Амудайхем, это столбы. Да. Столбы в 20, да, и вот тут, и подножие в 20. Асара, да. И Аданихем, да, да. Имеется в виду, что с западной стороны длина была 50 локтей, если с севера с юга по 100, то с западной стороны, ну, соответственно, и с восточной. А вот здесь по 10, да, по дальнейшему? А 20, имеется в виду вот этих столбиков, они должны, сколько там у нас было? 10. 10 столбиков, да, и подножий. И, соответственно, под каждый столбик, он деревянный, а под каждый столбик там металлическое такое для утяжеления, видимо, стоит. Подставка какая-то для устойчивости. Подставка, да. Я пытаюсь представить визуал. Ну да, это как бы, ну, как вот ботиночек такой, ботиночек, туда вставлялся столбик. Такая. Да, 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 ну, наверное, да, что-то для, так сказать, ботиночек. Вот и здесь. Понятно, спасибо. Да, так оно и было. Хорошо, спасибо, Шуша. Теперь Югимел, да? Марину, Марина. Марина, да. И в ширину двора по восточной стороне к восходу 50 локтей. 50 локтей, да, верно. Спасибо. Так. Евгения. Евгения ее дают. И после Евгения я, да, очевидно, да? Да. Вахамеш, СРА, Ама, Клаїм, Лакатех, Амудейхем, Шуша. Вахамеш, СРА, Амудейхем, Шуша. Да, верно. Амешеш, СРА, Ама, 15. Да, 15 локтей. Локтей, да. Да, это, получается, завесы. Санавес, да. Для стороны. КТФ, это буквально плечо. Почему здесь плечо? Да. Очевидно, с каждой стороны, да? С каждого плеча, да. Но имейте в виду, что с восточной стороны там располагался вход. Поэтому там с двух сторон должны быть, вот тут сказано, если 50 метров длина, ну, локтей без вести. Ладно, 50 локтей длина всего, соответственно, по 15 с каждой стороны остается еще в серединке как бы пространство для входа. А, понятно, понятно, да. И получается, и к ним столбы три, и подножки три. Да, 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 верно. Подождите, мы ничего не пропустили, мы. А, вот я не знаю. А, татвар должен быть? О, прошу прощения. Наверное, да. Наверное, татвар. Извините. То есть с плеча второго 15, очевидно, локтей вот этой занавески, да, их, их столбы три, и их подножий три. Да, вот так. Извините, перепутал, да. Пожалуйста, этот занавески у вас не отобрал. Так, а вот давайте мы, когда кому-нибудь другому отдадим, пускай люди почитают. А то ночью все время не хватит. Давайте, давайте. Тогда Тимофей там и дальше. Мы же скоро еще будем читать Мигилу. Ну, я сейчас будем почитать. Конечно, да. Дай Бог, если время хватит. Да, да. Так, у нас какой? 16. Так, так. И у ворот двора, в занавесе у ворот двора, 20 локтей. Трелет синий, варгаман, багровый, по-моему, или червеный. Это красный, червленый, и шешмазар – это скрученный вис. Нет, шешмазар – это скрученный лен. Теперь массы рокем. Рокем – это вышивальщик. В современном мире рикма – вышивка. Изделие вышивальщика массы рокем. Да. Так, амудейгем. Столпы его – четыре, и подножие его – четыре. Да-да-да, совершенно верно. У ворот двора звучит очень похоже на скороговорку, но это не так. Так. Юдзайн, кому отдадим? Так, Людмила, кому? Людмила. Все столбы, двора вокруг. Из хушаким. Хушаким, да, было у нас слово. Вот это опоясание или обод, который методически для столба. Что опоясание или что? Обод, ну, обод, как обхватывается. Ободок, да. А, то есть мы это здесь не предлог, а это само слово, да? Мехушаким, да. Мехушак, мы в это кресле. Мехушак, как поясающий серебряный такой вот ободок. И… Крючья, вав. А, это все в нем попадается. Их крючья серебряные. Их подножия медные. Да, нехошат, медные. Да, есть, спасибо. Юдхэт и юдтет, потому что этим заканчивается наша недельная глава. Просто в этом параграфе есть еще два посука, которые я вот оставил, просто уменьшил их. Мы их разбирали в прошлых циклах. Итак, юдхэт чей? Так, Кашуша. Так. Орах, цар, мэм, бэма. В рогов, хмешим, бэ хмешим, бэ хмешим. В кома, хмеш, амод, шеш, мэшзар. А, да, нехошит. Совершенно верно. Орах, хмешэр. Мэрлина. Так. Что, это был двор у нас? Да, да. Хмешим, бэма. Ширина двора, локтей. А ширина 50 на 50 или, как можно сказать, 50 на 50? Да, ну да. Имеется в виду длина всего-всего по периметру. А передняя часть двора была 50 на 50. То есть перед, собственно, перед, вот, мешканом 50 на 50. А так целиком вообще 100. А так вот, ну что? Нет, аж, как сказать, высота. Да, высота. Так, высота 5, да? 5, да, 5 локтей. Ну, имеется в виду не двора, а, естественно, этих вот столбов с занавесками. О, да, а это что у нас? Ой, куда-то убрался кратак. Мигнуло, да. Это шеш. Да. Шеш-маш-зар, это крученый лён. Это крученый лён, да. А подножие медные. Или подножие... Медные. Верно, верно. Спасибо, Шуша. Теперь Юттет. Марина. Марина. Ятед это современности что-то в подобии клина. Но здесь имеется в виду... Я, наверное, спрошу, как нам лучше перевести? Ну, имеется в виду, да, но имеется в виду типа колышек или клин. Имеет тут... Раша пишет, что это своего рода такой так гвоздик, которыми прикреплялись полотнища занавесок снизу, чтобы они не приподнимались там от ветра. А, понятно. Вот так вот. Да? Все вроде скинь для всего. Для всех инструментов, можно сказать. Все её коле и все коле двора медные. Да, совершенно верно. Ну, вот мы разобрали 27-й параграф. Напоминаю вам, что довольно скоро курим. И поэтому я сейчас сделаю новую демонстрацию. Вот так. И мы с вами успеем почитать. Я надеюсь, мы успеем почитать. Только я не вижу, где мы это можем почитать. А, вот, наверное, так. Да, вот так. Третий... Третью главу, третий параграф Магелат Истер. Ну, с вашего позволения, я начну читать. Так? А, подождите. А мы не второй, а второй ещё не дочитали тогда. Второй мы разве не дочитали? Не дочитали, не дочитали. О, может быть и нет. Что, не понял. Правда, правда. Второй мне долго искать. Угу. Ну, давайте третий почитаем. Хорошо, давайте третий. Давайте третий. Давайте третий. Сейчас время будем третить. Да, хорошо. Итак, и вознес его и поставил престол, то есть стул, трон его выше всех вельмож, которые с ним. Вот буквально так. Анна, будем распределять? Да. Ну, давайте. Мне меньше работы, пожалуйста. Анна, тогда берете? Да, беру. Так, секундочку, просто тут речь-то в чем? Что после всех событий, тут в второй главе говорилось, как раскрыть заговор против царя. Амр-Дехай помог раскрыть заговор против царя, и поэтому, значит, его... Но это почему-то его как-то забылось. Ему даже не было. Да, да, да. Так вот было задумано, как мы в последствии увидели. Да? Так, и, значит... Так, бет. И все рабы и слуги царские, которые во вратах царя, в царских воротах, кланялись и как бы простирались ниц перед Аманом, ибо так повелел о нем царь. А Амр-Дехай не, сказать, кланялся и не падал ниц, и не простирался. Совершенно верно. Анна, обратите внимание, что вот это слово, глагол, стоит в будущем времени, и это показывает, что он не просто не кланялся, но и показалось, что он никогда не будет кланяться. Поэтому будущее время здесь использовано. Да, верно. Так, спасибо, Анна. Гиммел, чей? Тимофей. Гиммел. Ваимру авдей Амелех, ашир башар Амелех, лебурдыхай, мадуата вер эт митсват Амелех. И сказали рабы царя, которые в воротах царских, в Мардыхаю, почему ты не соблюдаешь повеление царское, повеление царя? Угу, угу. Да. Да, так, спасибо. Далее. Ваихи. Вот давайте почитаем то, что в скобках. Да. То есть вместо бэ Амрам кэ... Ну и считаем кэу. Да, да, да. Кэ Амрам элав йом вайом вэло шама элейхэм. Алейхэм. Аль-Алэхэм вэ ягиду лэаман лирот гаяамду дзиврэ мардыхайки хигид лэхэм ашэрху и гуді. И было, когда Амрам к нему... Когда говорили, да, при том, что говорили. Бэ Амрам – это буквально когда сказали. Кэ Амрам – когда говорили. Когда ему говорили день за днём, да? Да, да. И не слышал... Не слушал буквально. Не слушал их, да? Не слушал их. И сказали Аману, посмотри. Чтобы посмотреть для того, чтобы посмотреть. Амэду устоят ли? Да, будут ли устойчивы? Слова Мордыхай, ибо сказал им, что он еврей. Что он еврей, да. Вот интересно, что слово «иуди» используется в значении «еврей». При том, что в те времена все колена были на месте. И Мордыхай назван «иуди», но в той же фразе сказано, что он из колена Беньямина. Ну, будем просто примем это. Комментаторы приводят целую... У меня тут сейчас книгу себе купила. Там все комментарии. И там сказано, что, во-первых, одна версия. Мордыхай, папа был из колена Беньямина, а мама была из колена Игуды, поэтому его можно называть иудеем. Во-вторых, самая простая версия, он был изгнанником именно из иудеи вместе с другими пленниками, поэтому его называют иудеем. Ещё одна версия была, что его называют тут отдельно иудеем, для того, чтобы подчеркнуть, что он был особым человеком, который не ассимилировался в Вавилоне, не поменял обычаев, не поменял веру, и поэтому он был еврей и иудей во всех смыслах этого слова. А что за книга? Людмила, я вам могу дать ссылку, если вы в Москве, в России, вы можете заказать её в интернет-магазинах. Я вам могу дать показать, где... Давайте, давайте. Телеграмм, да, пришлёте? Спасибо. Да, да. Прекрасно. Так. Спасибо. Гэй, очевидно, да? Это Гэй, это у нас Шуша, получается. Шуша. Людмила, подожди, Людмила читала у нас, да? Всё читала. Вот только что я прочитала. Да, 4-8-7-5. Значит, затупила. Значит, Шуша. Так, 4-8-7. Вы рааман, ки гэйн мордыхай корэ у Миштаха... 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 Миштаха ве ло у Ямле Гаман Хэма. Хэма, совершенно верно, да. И увидел Аман, как это, что нет мордыхае, так может... Что нет мордыхае поклоняется, что мордыхае не поклоняется. И в данном случае как отрицание, да. Отрицание. Что не поклоняется... Так, у Миш... А что такое Мишта? Миштаха ве... Клоняется и поклоняется, падает ниц. А, что не падает ниц и не поклоняется ему мордыхае. И преисполнился Хаман... Почему? Гневом или как это слово? Хэма, да, гневом, конечно. Ну, а Са... Нет, какой-то друг... Каас это что, злоба? Каас это сердитость, а Хэма это буквально от слова Хам. Горячесть. Ну, то есть он нагрелся, вскипел. Да, да, да. Да, да. Так, прекрасно. Кто сейчас? Так, Марина. Марина. Да. Ваевез, ваинов, лош лошлоах, яд, бемородихай, левадо, ки хигиду ло эт ам мордыхай ва евакеш, гаман ле гашмид, эт коль га юддим ашер бехоль мальхут ахашверош им ама мордыхай. Да, да. Ваевез. И показалось недостойным, то есть несущественно, да, мало в глазах его. В глазах его. Послать руку, это буквально поднять руку. Поднять руку на мордыхай. Левадо только мордыхай. На одного мордыхай, ибо рассказали ему, из какого народа мордыхай. И задумала Аманда истребить народ мордыхая, всех иудеев во всем царстве хашверош. Да. Кстати, тут все ведь народ мордыхая названы иудеями, кстати, есть уж вопрос, почему. Да, 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 местный народ. И евреев, истинные. Ну, что-то лайгудим, гайта, это тоже. Да. Сначала он считал, что мордыхай ему не кланяется просто так, по личной неприязни, но потом он выяснил, что он еврей и делает это прелюбезным убеждением. И он решил, что уж заодно всех. Под одну гребенку, совершенно верно, да. Да, антисемиты не разбирают, кто лоялен властям, кто нет. Так, теперь, Зайн Чейн. Так, Евгений. Евгений, просим. Ваходыш Аришон, уходыш Нисан, Бишнат, Штейм СР, Ла Мелех, Ага Шверош. И пи, пур, хи, ху, агураль, лифней, аман, ми йом, ли йом, у ме ходы. И в первый месяц, в месяц первый, который месяц был Ниссан, называется. В год двенадцатый. В год двенадцатый, по миссию, царствование Ажа Швероша, бросали жребий. Бросание жребия. То есть, это не глагол, наверное, да? Жребий, возможно, я это и бросал, да. Да, слово пур – это персидское слово, означающее жребий, а ибридское – гураль. Но, на самом деле, тут есть некоторая разница, которую можно посмотреть, да? Перед Аманом. Перед Аманом. День за днем, да? Со дня на день. И с месяца на месяц. На Масарх двенадцатый. Двенадцатый месяц, он же месяц Адар. А, да, совершенно верно. Вот тут я хотел бы буквально слово сказать. Значит, когда происходило это, сейчас мы с вами увидим. Это происходило, вот, значит, как мы знаем, выпал жребий на 13-е число. Значит, происходило это 13-го числа месяца Ниссана. Да, то есть, буквально перед еврейским праздником Песах. И сначала хотел Аман узнать, какое число месяца подходит для реализации его планов. Вот этот гураль был устроен так, что он показывал да или нет. И спросил Аман, может быть, завтрашнее число? Не-не-не, наверное, 14-го это и происходило. Да-да-да-да. Да. Может быть, завтрашнее число 15-е? Ответил его гураль нет. Может быть, 16-е снова нет. Так он дошел до конца месяца и начал сначала. И остановился гураль на 13-м числе месяца. Хорошо. А теперь давайте определим месяц. Может быть, ну, в этом месяце уже число прошло. Может быть, тогда следующий за Ниссаном месяц, месяц, который называется Ияр, нет. Может быть, тогда следующий за Ниссаном месяц, тоже нет. И вот так вот гураль прогнал его по всем числам и по всем месяцам. То есть максимальное количество раз гураль ответил ему нет. Но Аман был настойчив. Нам есть чему от него поучиться. И таки добился, наконец, ответа да. Гураль показал ему на 13-е число месяца Адар. Так, ну, еще немножко мы успеем почитать, наверное, да? Да. Так. Кто теперь? Теперь я. Да, просим. Да, кстати, слово пуров, они пишут, это такие слова вавилонское, аккадское. То есть таки семитское слово, а вовсе даже и не персидское. А, ну, вот оно как. Ну, кипури. Где-то мне это попадалось. Персидский – это разве не семитский язык тоже, нет? Нет, персидский – это наш родственник, это индоевропейский язык. Индоарийский – это наш дальний родственник. Русский, да, солянский. Интересно, это все. Так, понятно. Так, так что, хэп читает Анна? Да. Да, слушаем. Подождите, подождите, Рафаэль Ягу, а вы разве читали? Вот читал у нас, я не читал, теперь вы читаете, теперь вы читаете. Ну, давай. Иисказао, хаман, царию, ахашвирош. Имеется, слово «веш», в смысле «именов суперсам», есть «он». Народ один, рассеянный и раздробленный между народами во всех областях царства твоего. И закон их, слово «дат», вроде бы впервые появляется именно в этом произведении, и означает оно именно «закон». То есть закон, по которому… Царский указ. Персидское слово означает царский указ, да. А, понятно. Здесь имеется в виду закон, по которому народ живет, а в современном ибрите «дат» – это религия, что не совсем верно. И вот закон их отличается от всех народов, и законов царя не соблюдают они, не делают они. И царю не стоит, чтобы отставить их буквально вот так. Теперь, Тед, попросим, Анна. Так, им Аля Мелых Тов, и хатев леавадам, 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 да. Ва серед, афи аллафим, кикар кесов, ешкуль алиядей, осей амалаха. Аль-Аллафим, афи аллафим, кикар кесов, ешкуль алиядей, осей амалаха. Да. Алло-алло, Анна, вы тут? Вы не дочитали. Амелых. Ага. Так. Отличное слово. А, гензе, агенизе, все понятно. И если будет царю угодно, то… Будет написано. Будет написано для уничтожения их. А ва дэ, аметь ввиду, вэд, как пропасть, пропасть и потеряться, уничтожить. Да, уничтожить, да. Уничтожить их. Ва серед, алафим, 10 тысяч кикар кесов. Ну, кикар – это вот мера веса. Да, да, да. Серебра. Тут написано «талантов» переводит. Ну, это да. Да. Большая какая-то очень масса. Эшколи я отвешу альяды осей Амалаха. Ну, служителей в руки осей Амалаха, выполняющих работы, совершающих работы. И для того, чтобы принести или гензем ламелах. То есть гениз как гениза получается. Как хранилищица, сокровищница царя. Да, верно. То есть как-то судьба евреев очень просто решается. Там высшее обращает внимание толкователи. Когда там царь решал, казнить ему прежнюю царицу или нет, он позывал советников, посоветовался, там они решали. А тут как-то все очень просто делается. Никого не спрашивали, ни с кем не посоветовались. Никакого суда не было, ничего. Так просто вот. Да, да, да. Да, вот такое воздействие. Так, спасибо, Анна Ю. И снял царь перстень его и руки его и дал Аману, сыну Амдаты, агангитянина, врага иудеев. Да, такой вот ужас. Ну, мы не будем на этом останавливаться и читаем дальше. Да, спасибо. Кто теперь? Людмила. 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 Алло, алло. Да, с Людмилой. Да, опять, наверное, что-то с интернетом. Ну, давайте тогда по следующей серии. Шуша. Так. Ва-йомар, амэл, хле-аман, кэсов, натун, лах, ва-ам, ласот, бо, като, бэйнейхан. Так, разберём. Значит, и сказал царь Аману. Так. А деньги как это? Дадены тебе или будут даны тебе? Да, именно так, да. Переданы тебе. И народ, так, класс. И так же и надо, чтобы сделать Бог, как бэйнейхан, да? Поступить с ним как... В глазах твоих, по твоему усмотрению, что ли? Да, 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 да. Как тебе угодно, как тебе хорошо. Как тебе нравится, а, как бэйнейхан. Так и сделай, да. Да, жуть, жуть. Так. Кто сейчас, Юдбет? Марина. Марина, слушай, Марина. Так, если Людмила появится, мы можем ей передать, да? Да. Угу. 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 Да. Угу. 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 Уганизации за Couple. Уганизации у губительных. У них это? Уганизации. Да. Уганизации всех евреев. Уганизации от юного. Угу. Уганизации с юного до старца. Уганизации до не Whileηط Младенцом и на си и женщин. Да. И детей и женщин в день один. Угу. Уганизации от юного до старца. Тринадцатый. Да. Угу. Месяца двенадцатого. Месяца двенадцатого. И месяца Адара. И имущество их разграбит. Спасибо, Евгений, все правильно. Так, Юд, далее прочитаю я. Пад шеген га кетав ле гинатен дат лехоль медина у медина галуй лехоль а амим ль йот ати дим ла йом а зе. Вот забыл это слово паш под шеген. Сейчас я посмотрю. Нет, я его почему-то не перевел. Может быть, она подскажет мне, что это такое, да? Ну, тут сказано, что это список с указа. А, точно, точно, копия. Копия, список с указа, да. Копия письма, чтобы была, чтобы был дан закон всем государствам, всем областям, всем этностям, открыто всем народам быть готовыми. Атид это буквально будущее ка дню этому. Гарацим вышли торопясь по слову царя и закон дан был в Шушане столице и царь и гаман сели выпивать, а город Шушан был в смятении. Ну, я напоминаю вам, что все-таки хэппи энд у нас довольно близок и по этому поводу напомню вам фразу, которую вы, наверное, знаете, поскольку она вошла в церемонию Авдалы. Лаевудим гальта орава синха эсасон пикар. И у уйдеев был свет и радость, веселье и торжество. Божьей помощью через неделю, я надеюсь, мы еще немного почитаем из Магилат Эстер и снова с праздником. И я напоминаю, что сегодняшний урок был посвящен памяти Майфульмахт, которая недавно покинула нас. Всего наилучшего, с наступающим праздником, счастливо и тогда до новых встреч. Всего доброго, пока. Спасибо. Спасибо. Всем счастливо, пока. Спасибо. Спасибо.